В легкоатлетическом манеже спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» прошел традиционный турнир по кикбоксингу «Магнитный пояс» на кубок ОАО «ММК». В соревнованиях, которые уже третий год подряд имеют статус всероссийских, приняли участие более 200 бойцов. На открытии турнира побывала Татьяна Зайцева. В соревнованиях приняли участие спортсмены Челябинской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, а также из Красноярска. От имени руководства, титульного спонсора турнира «Магнитогорского металлургического комбината» участников приветствовал директор предприятия ММК «Метис» Олег Ширяев. Ваш спорт очень серьезный и очень непростой. Он воспитывает в человеке самые нужные качества. Это мужество, силу воли, уверенность в себе. Я уверен, вы никогда не обидите никого. За 10 лет тренировок Влада Толмачева воспитала в себе такую силу воли и выработала такой характер, который помог ей сегодня одолеть соперницу в непривычной для себя весовой категории 60+. Ибо девушек в категории до 60 килограммов, где обычно выступает Влада, в этот раз не оказалось. Мне очень приятно. Эта победа для меня была самой важной, потому что это первый раз, когда у меня завтра день рождения будет. Я очень хотела сделать себе подарок. Спасибо огромное тренерам, всем, кто с нами занимался. Я очень благодарна. Кстати, в свои 15 лет Влада точно знает, что будущую профессию хочет связать не со спортом, а с юриспруденцией. Она мечтает закончить МГУ и стать судьей. Какой бы жизненный путь ни выбрали кикбоксеры, спортивная закалка не просто не помешает, а наоборот нужна. Она помогает идти по жизни более уверенно, не пасовать перед трудностями, брать на себя ответственность за принятие серьезных решений. Успехи в спорте, как правило, влекут за собой успехи в жизни. Так считает главный судья соревнований, гость из Красноярска, уже в четвертый раз приезжающий в Магнитку Александр Березкин. Кстати, он положительно оценивает динамику развития кикбоксинга конкретно в Магнитогорске. Когда просматриваю списки сборной, молодежной сборной, постоянно мне на глаза стали попадаться спортсмены, город Магнитогорск, Магнитогорск. Это говорит о хорошем росте, о хорошей работе тренерского состава. Мы их видим постоянно на всех чемпионатах России, первенствах России. Эта характеристика весьма ценная. Сегодня в условиях непростой экономической ситуации в России непросто и развивать этот спорт. Конечно, кризис отразился на финансовых возможностях команд. Тем не менее, Магнитогорской федерации удалось в этом году привлечь больше участников – 220 против 150 прошлогодних. Турнир имеет класс «Б». Победителям присваивается звание кандидатов мастера спорта. Уровень высокий, но в следующем году он может стать еще выше – класса «А». В этом случае триумфаторы соревнований будут получать звание мастеров спорта. Если мы сможем, например, проживание или взносы отменить какие-то, например, нашим ребятам, питание обеспечить бесплатное в будущем, то мы этим самым можем привлечь большее число участников. Татьяна Зайцева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИ.